Представляем вашему вниманию новостной видеодайджест Академии наук Республики Саха-Якутия за третью декаду марта 2023 года. 22 по 24 марта в Якутске в рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021-2023 годах состоялась международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Задачей конференции стал поиск совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата. В мероприятии приняли участие российские и зарубежные ученые, экономисты, инженеры, строители, представители органов государственной власти. Участие в дискуссиях приняли эксперты и ведущие специалисты научных и научно-образовательных учреждений России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Бразилии, США и Японии. Всего в конференции приняли участие порядка 500 экспертов. Мероприятия проходили как в очном, так и в дистанционном форматах. В Москве, Пекине и Астане для участников были организованы студии. На странице мероприятия на официальном сайте российского представились прямые трансляции заседаний и сессий. Представители Академии наук Якутии были одними из ключевых спикеров и модераторов разделов конференции. Предлагаем вниманию зрителей короткие интервью действительных членов Академии наук Республики Саха-Якутия Михаила Железняка, директора Института мерзлотоведения СОРАН имени Мельникова и Виктора Шепелева, главного редактора научно-популярного журнала «Наука и техника» в Якутии. Настащая конференция посвящена проблеме изменения климата и устойчивости природных и технических систем в северных регионах. На данной сессии будут рассматриваться вопросы как раз изменения и реакции мерзлоты на это изменение климата и как обеспечить, что у нас есть и какие угрозы будут для наших инженерных сооружений, в частности для природных северных регионов. Сколько представительные участники? В настоящее время зарегистрировалось на нашей конференции, которая устойчивость природных и технических систем. 76 человек. 76 докладов. Основоположник Межзлотоведни Михаил Иванович Сумгин, юбилею которого посвящена вот эта конференция 150 лет тому назад. Он как раз называл Якутию колыбелью Межзлотоведни, потому что здесь была пройдена шахта Ширгина. Здесь наблюдаются различные мерзлотные процессы, явления которых может не быть где-то в других районах распространения вечной мерзлоты. Но и здесь, на территории Якутии, наблюдается максимальная глубина промерзания недр. То есть эта территория очень интересна с научной точки зрения. И посмотреть, как ведет себя Межзлота. Направлена ли она изменяется во всех регионах мира или какие-то есть особенности в регионах. Где-то она оттаивает, где-то она деградирует, где-то она наступает, то есть оградирует. Ну вот основная цель – посмотреть материалы, проанализировать их. А материалы, в общем-то, судя по количеству участников, это три секции, по 80 человек в каждой секции. Это очень большой материал будет. Естественно, что он будет проанализирован нами и сделан на какие-то выводы. Президент Академии наук Якутии, член-корреспондент РАН Леонид Владимиров принял участие в дискуссионной площадке Российско-Азиатского консорциума арктических исследований, где главной темой была презентация международного проекта «Системы экологических трансект России» «Экологического мониторинга в широтных и меридиональных трансектах». Леонид Владимиров остановился на комплексных подходах к исследованию такого уникального макрорегиона «Дыхание Северного Ледовитого и Тихого океана», который становится в 21-м столетии драйвером социально-экономического развития России. На территориях, где добывают золото, там логеры должны ставить. Вот через логеры мы можем узнать, что происходит с нашей почвой, из-за чего проваливается почва, почему температура повышается. Тогда вот это будет арктическая цивилизация, подход такой вот, да. И мы увидим, что у меня историю, да. И Витус Берин прочувствовал дыхание двух океанов. Медовитого океана, Тихого океана. Поэтому нам надо тоже экспедицию наладить. И по этому пути и расставить логеры для наблюдения. А именно дыхание двух океанов. Вот такую экспедицию, да. Витус Берин, наверное, подумал, пройдут десятилетия, пройдут сотни лет. И мои предки именно вот дыхание океанов будут осваивать северо-восток Российской Федерации, где пять субъектов, это наш нос. Вот, видите, да? Все по правильному пути, как бы, да. И вот это вот надо резолюции бы описать. По поручению президента России на базе наблюдательной сети Росгидромета создают систему фонового мониторинга многолетней мазлаты. Она позволит понять, что происходит с креолитозоной. До конца 2025 года сеть охватит 140 наблюдательных пунктов от Кольского полуострова и Чукотки и до южной границы России в Туве и Алтайском крае. Данные мониторинга помогут оценить естественные выбросы углеводорода, чтобы сделать более точные прогнозы изменения климата на территории страны. Ключевые задачи ученых – обеспечить безопасность людей, которые живут в арктической зоне, безаварийную работу инфраструктуры, сохранить хрупкие экосистемы северных территорий. В целом, мы должны вовремя предупреждать последствия таяния мерзлоты и научиться планировать хозяйственную деятельность человека в новых условиях. В рамках конференции также состоялось подписание ряда соглашений. В частности, Академия наук Якутии подписала протокол о намерениях после встречи президента Академии наук Леонида Владимирова с господином Цзяо Цзянь, заместителем генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству XY Group из Китайской Народной Республики. Стороны обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества в области научных исследований и разработок. Протокол о намерениях между китайской компанией XY Group и Академией наук Якутии осветил области будущих совместных научных проектов и разработок, в частности в генетике, биотехнологиях и палеонтологии. В условиях разворота к пристальному сотрудничеству между Россией и Китаем по многим сферам в нынешних геополитических условиях сотрудничество с технологической компанией Северной провинции Китая окажется хорошим заделом для интенсификации внедренческих инновационных решений на базе фундаментальных исследований. В Китае всегда как-то проводится работа по суверенитете технологии. Конечно, мы много учили у коллег, но в Китае всегда стимулируют инновации. И поэтому это производство, производство очень важное, производство и вывод производства в ученых, в разработке. Город Харабин, провинция Харудя, наша компания, и сейчас мы строим два института, так называемого китайско-российского научно-исследовательского института биотехнологии и фитотерпии. А другой уже новые энергии. И мы обеспечиваем всякие удобства для совместных разработок между российскими и китайскими академиками, учеными. И не только разработка, это еще в качестве базы стажировки италия-китайских, италия-российских студентов. Это действительно такое чувство. У меня это чувство и есть, оно у меня было, потому что после школы я попал работать в институт, у меня не было в жизни никогда никаких дерганий, куда-то уйти и уехать от объекта. Кроме того, на конференции также было заключено пятистороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам изменения климата и Таней Вечной Мерзлоты между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Сибирским отделением Российской Академии Наук, Правительством Республики Саха, Северо-Восточным Федеральным Университетом и Академией Наук Республики Саха, Якутия. В заключении пленарного заседания конференции глава Республики Айсен Николаев отметил «Безусловно, система охраны Вечной Мерзлоты в нашей стране должна иметь не только научную, но и серьезную практическую наполненность. Необходимо постоянно проводить мониторинг для того, чтобы делать научные выводы, но и для обеспечения безопасности инфраструктуры». «Такие проблемы на таких серьезных формах, конечно же, это в целом двигает вперед наше понимание общей ситуации. Я благодарен всем тем, кто приехал к нам сюда, в Египус, тем, кто принимает участие онлайн в нашей конференции, нашим гостям из многих стран мира. Мы на самом деле демонстрируем, что в этом вопросе всем ученым мира, всему сообществу научному, да и всем странам по-хорошему, надо объединяться, а никак не разъединяться, потому что эта проблема затрагивает силы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова